доброе утречко посмотрите в каком месте я оказался вот тропинка идет дорогой раньше было потом видимо видимо ее перестали пользоваться смотрите на капчик даже на корзине глина капец грязнющий весь почему же я вчера не переехал вчера я не смог вам нормально показать чтобы вы понимали а сейчас это возможно какой ров перекопали конкретно сейчас вам наверное так непонятно все таки вот я сейчас спрыгнул посмотрите на это на эту глубину вон уровень где палатка и все и так полностью сюда вниз сделали окоп законно ли это как будто это частная территория вот тоже мужик проходил и говорит там другой дорога я первое ехал там тоже было перекопано потом уже поехал так вокруг что и там перекопали то есть он тоже в шоке что люди самовольно скорее всего перекапывают дороги считаю что это их лес их территория сушится мои ботиночки мокрющее грязнющие я увидел по карте что есть маленькое маленькое село буквально ну там х так наверное на 10 я пойду сейчас туда в надежде что я смогу добыть бензин здесь сети нет здесь вообще все по жесткам у меня есть пару советов вам по поводу путешествия такого никогда не лезьте в глину с ней бороться сложно и неприятно и весь грязный два всегда возите хотя бы литрушку бензина я раньше так и возил когда был на дио когда путешествовал надюшки но в этот раз я ехал домой как-то я я не думал что я вообще буду заезжать такие места я думал ехать по трассе спокойненько и везде будут заправки но нет же меня понесло во всяким интересным местам украины поэтому бензином напряг но вы так не поступать литрушечка всегда должна быть посмотрите какой красивый дом крыша из камыша очень красиво это я пришел за бензином к людям сейчас вот они живут так красота такой себе дом где-то в лесу просто желание нереально наверно я вернулся все нормально в лагере никто ничего мне не взял все отлично ребятки вернулся и вот с такой тарой литрушка банка и 0 пятка я очень благодарен этим добрым людям владимиру и моему татьяне спасибо вам большое я не знаю что творится в этом мире ребят я правда я уже в шоке почему люди настолько добрые почему все именно так мне кажется я настолько я не настолько добр вообще мне кажется я злой по сравнению с теми людьми которые мне встречаются по пути я очень сильно всем благодарен за все то что вы делаете для меня правда я слезу могу пустить дали полтора литра денег не взяли на чай приглашали я грязный говорю нет спасибо но я не могу себе позволить я обычно нормально ну после вчерашнего просто я вообще грязнющий мне даже неудобно было заходить к людям в дом у меня есть бензин и мы завтра наверно будем ехать примазаться группе туристов как вам видочек турция мое посмотрите я как на носу корабля такие обрывы со всех сторон красотища это ялта крым море шучу это трактимиров и это днепр значит смотрите вот я нашел родник вот он бежит водичка и сейчас я буду как-то набирать тут нету никакого стаканчика ну я думаю что как-то она получится это же я я наберу вот двушку воды и все будет хорошо жизнь прекрасна вода есть бензин есть кушать есть у меня чтоб прелесть я вернулся часа два наверное я гулял показывал вам красоты и набирал водичку все теперь вода у меня есть но знаете вот что нравится здесь на трактимирове здесь чисто я не нашел ни одной бутылки пустой обычно мусора вообще полно поэтому это место идеально чистое это просто прекрасно проблема в том что бутылку я искал для того чтобы обрезать и сделать с нее лейку залить бензин с банки ну придется немного разливать и будем так заливать я собираюсь разжигать здесь костер буду жарить шашлычок мне димон в дорогу дал и буду жарить картошку вот сейчас картошечку пожарю вот этой сковородочке и там он шашлык кто-то скажет боже мой от того что у него не осталось ничего но ты сможешь ему помочь все вернуть и и Могу пожелать всем приятного аппетита. На природе приготовить и поесть это вообще мега и обязательно чтобы это было с дымком я не поклонник газовой горелки хотя и понимаю что это удобно но я готовлю пока только так потому что это вкусняха доброе утро мое пребывание на трактимировском полуострове я бы так сказал подходит к завершению я сейчас собираюсь и буду выезжать погодка вроде бы хорошая солнышко светит есть тучки конечно но это просто шикарно после того что было и тепло на улице я чувствую сейчас нормальная погода кто хочет побывать на таком интересном месте где действительно ты чувствуешься каком-то полуострове людей мало дорог нету кстати кто хочет еще экстрима себе устроить то тоже имейте ввиду что если тут пройдет дождь то вам будет весело и все и посетите это место историческое место ознакомьтесь с культурой вот так вот трактимиров прощать днепр тихий волны нету стрижи летают красота жить так хочется любить так хочется ух что-то меня понесло ой как красиво вода сегодня чистая памятник танкисткам паркистского плацдарма такой танк здоровенный какое-то кто танкисты пишите какой это танк въезжаем в город канев я прибыл на тарасову гору вот примерно так выглядело его жилище это уже не его дом я почитал там переделали уже вот в таком стиле по моему 1987 году но это не точно у меня память слабенькая пойдем дальше здесь так же музей Тараса Григорьевича Шевченко на окраине я помню то похова это на меня в могиле сред степу широкого на окраине миле где волны широкополя и днепро и круче было видно было чути я кривей ревучий заповедь Тараса Григорьевича Шевченко да вид действительно красивый только что впервые в моей жизни меня узнали именно стали как блогера молодой человек подошел говорит здрасте здрасте там туда-сюда смотрели ваш бомж тур на велосипеде и это я в общем я был шокирован также я как-то даже не заснял этого человека очень приятный молодой человек привет передаю так что вот так вот узнаваем становлюсь что это не надо так а вот это что иди здесь батарейки вставляются он не остановился я хотел с ним пообщаться и вообще спросить что это такое сейчас это пытка номер два попробуем остановить этого инопланетянина а может он не понимает наших знаков в этой капсуле еще какой-то едет и все круть круть крутящая сейчас давайте попробуем его остановить аллоха привет а ты спешишь сильно чтобы поснимать с тобой не пообщаться поснимать я такой небольшой канал рассказал что ты рассказал так вкратце я представляю просто вообще что-то нереальное я знаешь я говорю дети батарейки вставляется что это все электро правильно подожди это дело это велосипед вот ребятки вот это да ты сам делал конструкцию сам все делал вообще круто сейчас две секунды тебя поснимаю хорошо ребята это человек вот солнечная панелька сверху это кажется велосипед я думал это электро какой-то мобиль очень круто спасибо пока что ага вот так ребята какое классное средство вот здесь я остановился это здесь я поставлю палатку травки здесь вот кабанчик порылся вот они следы свеженький вот след ну я рядом вот буквально эту ночь две ночи ночевал рядом с кабанчиками меня не трогали значит они меня любят не будут трогать мою палатку я уже остановлюсь потому что уже пол восьмого вечера и уже надо отдыхать я никуда не спешу поэтому ночевочку организую вот здесь прекрасно в лесу где прекрасно поют птички старается для меня спасибо спасибо вам дорогие я тут прогуливаюсь и решил вам показать вот такого вот малыша посмотрите на этого мелкого грибочка покажи нам ножку ну чтобы понимали вот моя нога вот это лапоть ел и палый здоровенный вырос такой чувак лес красивый кстати такой живой вообще прекрасный лес я поставил лагерь я решил просто прогуляться посмотреть может грибочки есть какие значит на сегодня все я в таком лесу буду отдыхать всем хорошего вечера до завтра все еще все